Да, поговорим больше об российских олигархах и санкционных списках. Заместитель министра финансов Российской Федерации сейчас на связи. Первый заместитель председателя правления Центрального банка России. Но не сейчас, а бывший. В 1995-1998 годах. Хотя, кстати говоря, и современных хотелось бы очень даже поговорить. Очень много вопросов есть. Сергей, вы с нами? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Вот, Алексей, почему вы как... Ой, Сергей, прошу прощения. Как вы думаете, почему именно не все олигархи попали под санкции? Вот мы сейчас видели сюжет, собственно, подтверждающий это. Как вы объясняете эту избирательность? Ну, объяснить ее очень легко. Во-первых, если всех олигархов сразу включить под санкции, то потом вам нечего будет делаться, правда? Соответственно, санкции это такой инструмент, который должен всегда иметь возможность совершения второго, третьего, четвертого, пятого и так далее шагов. Ну, то есть несколько шагов впереди. Второе, это то, что, ну, это вот нам кажется, да, достаточно легко. Евтушенков встретился с Путиным, есть фотографии, это достаточное обвинение, ну, достаточно доказательства того, чтобы его включить в санкционные списки. Административные структуры и в Евросоюзе, и в США, и в Великобритании работают несколько по-другому. Они должны собрать досье, они должны доказать, что есть какие-то там финансовые перетоки от одного к другому. В общем, доказать, что там есть какие-то более тесные отношения, чем просто встретились и пожали друг другу руки. Вот. И третье, нужно хорошо понимать, что у каждого из российских олигархов есть свои лоббисты, которые защищают его интересы и делают все возможное, чтобы он не попал в такие списки. Ну, вот по сочетанию трех этих факторов выясняется, что вот, да, но есть четвертый, конечно, фактор. Все мы люди, все мы человеки и сотрудники административных структур вот этих стран, которые вводят санкции, ну, у них есть некие свои исторические, скажем так, любовь или не любовь к тому или иному человеку. Да, и вот если они кого-то сильно не любят, то они его пропихивают в начало списка. Если с кем-то у них хорошее отношение, то они его могут так потихонечку звенуть в конец списка. Интересно, когда, извините, просто засмотрелись на реквизит у вас за спиной, у вас там украинский флаг. Хотим детальки узнать. Украинский флаг и самолет. Это памятник аэрофлоту или что это такое? Который под самолетом? Нет, это самолет МС-21, собственно говоря, новый российский самолет, который сейчас делается. Но у меня в моей жизни была такая история, что я работал в совете директоров авиастроительной корпорации, это было в 2011-2012 годах. Вот, и, собственно, тогда этот самолет запускался в проектировании, ну, собственно говоря, как память о моей работе. У меня, собственно говоря, все, что у меня за спиной, это память о моей жизни. Все, что есть. Классно. И флаг Украины мы видим, спасибо за это. Ну, конечно, слушайте, я жду у вас время провел и стараюсь помогать, как могу. Спасибо огромное. Дефолт России, что это такое? Вот в нашем понимании сейчас. Это миф, это то, что уже случилось, но до Юра не зафиксировалось. Вот как вы это прокомментируете? Смотрите, судя по всему, то, что сейчас случилось, это, если смотреть юридическим языком, то технический дефолт. Российская Федерация не погасила, так как написано в условиях выпуска еврооблигаций 4 апреля, нам сумму 600 с чем-то миллионов долларов. Но при этом Российская Федерация попыталась сделать этот платеж с использованием своих замороженных активов. Соответственно, банки это не приняли. Возднее Минфин США запретил такие платежи. И Российская Федерация осуществила выплаты в рублях. Рейтинговые агентства сказали, что это будет трактоваться как дефолт, но всегда есть перерыв, вот между разрывом до 30 дней, так называемый период технического дефолта, когда имитенту дается право, что называется, еще раз подумать. Я думаю, что российские власти уже не будут менять свою точку зрения, они хотят дойти до конца. И дождаться, соответственно, 4 мая, когда официальные инвесторы смогут получить право объявить дефолт Российской Федерации. Но в отличие от того, что было в 1998 году в России или в 2015 году в Украине, этот дефолт не будет носить такого массового, разрушительного характера с точки зрения финансовой системы. Во-первых, сумма долга, совокупного внешнего долга Российской Федерации, она достаточно невелика, меньше 40 миллиардов долларов, которые могут предъявить к досрочному погашению. А во-вторых, на сегодня и так Российская Федерация изолирована от финансовых рынков, и Минфин отсечен, и Центральный банк отсечен, и многие банки не могут ничего сделать. Практически никто сегодня, ни один банк, ни одна компания на западных, на внешних финансовых рынках не могут совершить никакой операции. Поэтому я бы сказал так, что это будет юридическое действие без каких-либо реальных последствий. Вот по поводу самолета и авиастроения в России. Если взять, например, крупные авиакомпании, которые занимаются транспортировкой и перелетами, аэрофлот, там еще кто-то есть. Весь их парк состоит из аэробусов и боингов. В комплектующие, естественно, те люди поставляться не будут, потому что действуют определенные санкции. То есть, соответственно, парк обслуживать невозможно будет. Далеко на Яках и Илах уже не улетишь и долго летать не будешь. Как с этим в России теперь будет? Летают хоть и недалеко. И могут там до Турции долететь с пересадкой в Сочи, до турецких курортов или даже до Египта с неполной загрузкой. Во-вторых, то, что касается внутренних перелетов по Российской Федерации, то фактически правительство приказало российским авиакомпаниям украсть все эти самолеты. То есть, не возвращать их лизингодателям, несмотря на обязанность это сделать по закону. Вот, соответственно, сегодня эти самолеты переписаны в российский воздушный реестр. Они и могут летать по России, потому что никто не может запретить остановить их полеты, кроме Росавиации. И российское правительство и Росавиация разрешили дочерним структурам Аэрофлота, дочерним структурам Ростеха заниматься техническим обслуживанием этих самолетов без консультации, без сопровождения со стороны производителей. То есть, фактически, это будет, знаете, такой вот, как бы сказать, ремонт вашего фирменного автомобиля в сарайчике соседнего слесаря дяди Васи. Вот, что означает, что, вообще-то говоря, там, риск аварий на таких самолетах будет возрастать. Поскольку запчастей к ним нет, то, соответственно, какие-то самолеты изначально будут поставлены на бетон, и их потихонечку будут разбирать на запчасти для того, чтобы ремонтировать оставшиеся. Ну, вот такой вариант, который использовался в Иране на протяжении 40 лет. Собственно говоря, Россия его выбрала и готова по нему идти дальше. То есть, внутри России самолеты будут летать, вот и Боинги, и Эрбасы за границу будут летать только Суперджеты. А лизингодатели как-то подали в суд? Как-то их действия какие-то уже заявления? О краже самолетов? Пока я еще таких сообщений не видел, потому что есть, ну, как сказать, лизингодатели, как это, самое главное, чтобы деньги получили, да. А последняя лицензия американского казначейства говорит о том, что разрешаются платежи в оплату лизинга самолетов. Вот пока этот вопрос еще не урегулирован, то есть там был срок 28 марта, теперь можно сделать дальше лизинговые платежи. И, насколько я понимаю, в России это еще ситуация с точки зрения валютного регулирования не прояснена. Никто не понимает, можно, нужно, нельзя, где покупать валюту. Я думаю, что, давайте подождем немножко, да. То есть, вообще говоря, я так понимаю, что любой самолет, в который залезет рука слесаря дяди Васи и поменяет там хотя бы один винтик, он после этого теряет свою стоимость, да, потому что ремонт осуществлен с нарушением технического регламента. Но это надо будет доказывать, поэтому давайте подождем немножко. Я думаю, что это все еще впереди. Каких санкций больше всего сейчас боится Россия и Путин? Фу, слушайте, я думаю, что, конечно, они боятся больше всего, если каким-то образом удастся заблокировать экспорт российских нефти и газа, да, скажем так, это маловероятно, но, наверное, можно что-то придумать. То есть, а эмбарго того общего, да, энергетического, правильно я понимаю? Того энергетического эмбарго большого, да? Да, да, да. Вот, и вторая санкция, которую тоже, очевидно, они боятся, да, это возможность, или там, блокировка всех валютных счетов, корреспондентских счетов всех российских банков, когда банки не смогут провести ни одного, ни один банк российский, да, не сможет провести ни одного платежа ни в долларах, ни в евро, ни в фунтах, ни в франках, ни в иенах и так далее. Да, вот я думаю, что, конечно, две самые серьезные, два самых серьезных потенциальных ударов. Ну, как вы сказали сами, постепенно, все санкции постепенно для того, чтобы иметь какое-то отступление тоже. Да, и буквально секунду, когда дефолт в России, по вашему мнению? Ну, то есть, он бы 4 мая должен был объявиться. Четвертого мая записали. Сергей Алексашенко, российский экономист и заместитель министра финансов Российской Федерации с 95 по 98 год, с нами на прямой связи был. Ну, и первый заместитель и председатель управления Центрального банка России. Тогда. Тогда, да, безусловно. Да, пожалуйста.